Кто у вас занимается обменом? Фамилия, имя? Я не сильна в этом. А я сильна. Щамсаил Саралиев его зовут. Щамсаил Саралиев зовут его. Этого человека, который у вас занимается обменами. Я сейчас без иронии, без всякой говорю. Это чеченского происхождения этот человек. Это человек, который у вас занимается обменами. И вы просто можете зайти на официальный телеграм-канал этого человека и почитать, в связи с чем задерживается последний обмен. Он пишет о том, что мы прямо сейчас готовы отдать 500 пленных украинцев, поменять их на 500 наших пленных. Улавливаете, да? Готовы поменять 500 украинцев на 500 россиян. То есть вообще без проблем, казалось бы, да? Но одна маленькая ремарочка. Они не готовы отдать украинской стороне тех, кого они там осудили за какие-то преступления. Это очень странный торг. В том смысле, что выглядит это следующим образом. Мы вам дадим того, кого захотим, а вы нам отдайте того, кого хотим мы. Это неправильно. Мы хотим забрать тех, кого хотим забрать мы, а они пусть забирают тех, кого хотят забрать они. То есть вы можете зайти и прочитать этот пост. Шамсаила, Сарайлиила. А они нам не хотят отдавать как раз тех из Азовстали, морпехов. Это те, которые уже два года и больше двух лет уже находятся в российском плену. Они их отдавать не хотят. А мы понимаем, что этих людей мы должны забрать в первую очередь. И нам, вы знаете, нам не составит никакого труда осудить вашего мужа. И не отдавать. Мы будем говорить, что, ну как Шамсаил говорит, мы будем тоже говорить, мы вот мужа Алены не отдадим, потому что он у нас осужден за какие-то тяжелые преступления. Как вы к этому отнесетесь? Я против, конечно, этого человека четверо детей. Наши матери, наши матери и наши жены тоже против. Они тоже хотят увидеть домой своих мужей, своих сыновей. Вы же сами понимаете, что в данном случае мы маленькие пешки в большой игре России и вас, правильно? Мы-то ничего не можем сделать. Мы простые люди. Понимаете? Мы простые люди, которые ничего не решают в этой жизни. Мы маленькие люди. И так же он попал тоже. Вы поверьте, что он шел не специально там что-то делать. Он попал в такую ситуацию, где, по сути, не понимал, что от него хотят. Человек даже в армии, я повторюсь, не служил. Он автомат жизни никогда не держал. Ему инструктаж провели два дня. Хотя, когда заключал контракт, ему говорили, что будет на учебке, пойдет на границу. Ему не говорили, что он пойдет сразу в самое пекло. И нас в этом убеждали. Понимаете? Неужели вы думаете? Я понимаю, Алена. Алена, вы слышали наше интервью? Я слышала. Вы знаете, что 99% всех историй в точности повторяют вашу историю? Мы-то это понимаем. Но вы поймите, что в данном случае мы ничего решить не можем. Так объясните мне тогда в таком случае, Ален, Ален, объясните мне тогда в таком случае, почему россияне понимают эту простую вещь все время задним числом? То есть постфактуме. А я вам объясню. И потому что на словах говорят все по-другому. Понимаете? Я описываю это все по-другому. Смотрите, Алена, ну смотрите, я просто пытаюсь вам объяснить. Смотрите, все очень просто. Смотрите. Ко мне попадает один человек, который рассказывает, ну то же самое, я не знал, мне сказали, я буду на границе, мне сказали, я буду возить гуманитарку, мне сказали, я не буду воевать, я с армией не связан и так далее, и так далее. Один попадает, второй, третий, десятый, сотый год они попадают, рассказывают это, полтора года они попадают, рассказывают это, уже два года рассказывают они это, уже третий год пошел, как они рассказывают это, и постоянно новая Алена мне говорит, ну я же не знала. Скажите мне, пожалуйста, когда вы наконец-то узнаете то, что мы до вас пытаемся донести на протяжении уже двух с лишним лет? Владимир, так вот, понимаете, пока сами не окунулись в эту шкуру и теперь понимаем, каково это, понимаете, у нас нету, не было никого близких, которые находились бы на СВО, и в данном случае мы и знать не знали, понимаете? Вам нужно было просто посмотреть, вам нужно было просто посмотреть мой несчастный канал до того, как его отправили, а не после, и все, и вы все бы поняли. Может кто-нибудь, может появится в конце концов такой россиянин, может будет сбой в матрице, появится этот нео, этот избранный, понимаете, появится, который будет интересоваться до, а не после, вот и все. Может быть кто-то такой нас увидит, может вы кому-то посоветуете. Да. Да.